Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Как идет переселение из аварийного жилья в Ленинском районе Самары? Какие территории будут благоустраивать в районе по программе «Комфортная городская среда»? Когда начнется ремонт внутри квартальных дорог? В нашей студии Елена Бондаренко, глава Ленинского внутригородского района, городского округа Самары. Елена Юрьевна, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер, Ян. Добрый вечер, жители. И программу хочу начать со сложного, важного, наверное, самого актуального вопроса на сегодняшний день – обрушения стены дома на улице Галакционовской. Я предлагаю посмотреть сюжет на эту тему и затем мы подробно обсудим вот эту ситуацию. Это случилось 18 марта в районе 6 часов утра. На пульт дежурного спасателя поступило сообщение о частичном обрушении двухэтажного дома по Галакционовской, 84. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло обрушение несущей стены на общей площади 120 квадратных метров. На момент обрушения в доме находилось 4 человека, которые самостоятельно вышли из дома. Проживание в доме было небезопасным. Знали об этом и сами жители. Аварийным здание признали еще прошлым летом. А в январе комиссия подтвердила необходимость расселения людей. Однако от маневренного жилья, предложенного городом, люди отказались. По данным спасателей, угроза обрушения оставшейся стены еще существует. Территория ограждена лентой. Работы по расчистке продолжаются с привлечением спецтехники. Дом отключили от всех коммуникаций. Елена Юрьевна, вот мы все видели. Расскажите историю этого дома и процессы переселения его жителей. Речь идет о адресе Глотеновск, 84 литера Б. В этом доме прописано 13 человек. Дома это 1909 года постройки, то есть ему больше 110 лет. И, к сожалению, действительно в 2020 году в апреле к нам поступила информация от одного из жителей о том, что есть угроза утраты несущей способности стены. Там образовалась трещина. Сразу же был выезд комиссии КЧС района на этот адрес. Был проведен 24 апреля заключение комиссии по чрезвычайным ситуациям. Сразу же оценили эту ситуацию как угрозу безопасности. Жителям сразу же уведомили о том, что необходимо переселиться в маневренный фонд для безопасности проживания. Но, к сожалению, жители этой возможностью не воспользовались. Не все воспользовались, скажем так. 29 июля 2020 года дом был признан аварийным в установленном порядке. Тоже прошло заседание комиссии межведомственной, на котором рассмотрели заключение техническое по данному дому. И также жителям рекомендовали обратиться за маневренным фондом. Но, к сожалению, опять не все жители обратились за маневренным фондом. В этом доме надо отметить, что часть жителей не проживает. То есть проживает по другому адресу, где у них есть другая недвижимость. То есть это у них собственность или они там прописаны, а живут они где-то в другом месте? А живут в другом месте, да. И в этом году, 25 января, как только у нас появилась опять информация тревожная о том, что в этом доме в одной из квартир на втором этаже произошла авария на трубе горячего водоснабжения, мы также сразу же выехали для того, чтобы проверить, что произошло. И, к сожалению, они опять зафиксировали ухудшение состояния несущей конструкции. То есть мы увидели, что трещина расширяется, увеличивается. Обошли каждого жителя. Вот лично я общалась с каждым жителем в этом доме. Каждую квартиру мы обошли. Совместно с представителем Департамента общественной безопасности администрации городского округа Самары. Всех уведомили о том, что опасно здесь находиться. Вручили подроспись уведомления о том, что необходимо обратиться за маневренным фондом Департамент управления имуществом. А в этот день мы предложили даже заселиться в пункт временного размещения. У нас на Ленинской, 156, есть такой пункт. Предложили помощь в том, чтобы вещи вынести из дома, транспорт организовать. Но, к сожалению, опять получили отказ от жителей. Основная причина, почему жители не отреагировали на данные предложения, это, конечно, то, что люди привыкли к той среде проживания, которая у них сложилась. Это имеется в виду и больницы, и социальные службы, и место работы. Поэтому, к сожалению, жители не приняли решение о том, что нужно обратиться за маневренным фондом. Ну и, как вы знаете, все это привело к тому, что все-таки действительно произошло частичное обрушение стены 18 марта. Конечно, мы эту боль воспринимаем всегда как свою, потому что, казалось бы, все сделали для того, чтобы нас услышали, и убеждали, и предупреждали. Но происходит вот такой факт, и сейчас вновь предлагается маневренный фонд. Сейчас в работе находится в Департаменте управления имуществом заявление по трем семьям, и Департамент отрабатывает в установленном порядке вопросы расселения в маневренный фонд. Ирина Юрьевна, вот ведь хотел уточнить. Несколько раз предупреждали, несколько раз предлагали. Дом признан аварийным. Какова его перспектива? Понятно, на самом деле, но, к сожалению, он вот свое уже прожил. Почему, возможно, людям не выселяться оттуда? Вот с точки зрения права, я вот не очень понимаю. Здесь, к сожалению, жители являются собственниками. Часть домов... Часть жителей, они собственники, они владельцы. Да, да. И они совершеннолетние. Вот если бы проживали несовершеннолетние, здесь была бы другая ситуация. Здесь действуют более жесткие нормы законодательства. Ну, понятно, это дети, их надо спасать. Сами родители будут виноваты в том, что они, значит, детей не обратили за маневренным фондом для того, чтобы обеспечить безопасность для собственных детей. Здесь взрослые люди, собственники. Здесь мы не можем насильно взять и насильно применять физическую силу людей с объекта увезти. Есть процедура, предусмотренная законным, принудительное выселение, но она опять предусматривает судебные решения. Работают и проводят Департамент управления имуществом в установленном порядке, но она, к сожалению, тоже она по времени очень длительная. Поэтому, конечно... Она длительная, сложная, плюс есть еще процедура апелляции, и это же, на самом деле, может цениться гадание. Да, поэтому, конечно, я обращаюсь к жителям, которые сегодня проживают в таких домах. Если по вашему дому есть протокол КЧС, если дом признан аварийным, если вам предложено обращаться за маневренным фондом, надо принимать разумные решения и в целях безопасности собственной, в целях безопасности членов ваших семей, конечно, обращаться в Департамент управления имуществом без промедления. Мы, с своей стороны, готовы помогать во всех вопросах, в том числе даже по имуществу, выносить имущество. Переезжать. Переезжать, потому что, действительно, эта проблема, она очень острая, и наша общая задача обеспечить безопасность жителей. Вот в этой ситуации что будет делать администрация, ваше действие дальнейшее с этим домом? С этим домом на сегодняшний день, как вы знаете, здесь есть еще постановление выпущено, которое регламентирует функционирование этого объекта на предмет сохранения угрозы безопасности до его расселения и сноса. На сегодняшний день сооружено ограждение и закрыт проем, где повреждена стена. Мы помогаем жителям сегодня совместно со спасательной службой выносить имущество. Большую часть имущества уже мы помогли жителям вынести. До конца недели планируем завершить эту работу с тем, чтобы уже не было необходимости жителям заходить на этот объект. И после этого, после предоставления маневренного фонда, после решения всех правовых вопросов департаменту управления имуществом, уже будет возможен снос этого объекта. Лена Юрьевна, вот в Ленинском районе переселение граждан из ветхого аварийного жилья, особенно актуально, понятно, это один из центральных районов, старый район. Сколько домов в программе переселения на сегодняшний день в вашем районе? Действительно, Ленинский район, он с одной стороны имеет вот такое преимущество, это объекты исторические, построенные еще до революции. Ну, 1909 год, не каждый город может похвастаться сохранением вот таких объектов. А есть еще более старые дома? Есть еще более старые, но, конечно, я не оптимизирую, и не хочу, чтобы никто не оптимизировал. Те, кто видит эти объекты, понимают, что они себя представляют. Не все они являются объектами культурного наследия, в основном дома, которые являются ветхими аварийными, это объекты, которые исторической ценности никакой не представляют. Это просто старые жилые дома, которые уже отжили свое. Которые отжили, где нет условий для проживания нормальных для жителей, поэтому, конечно, объективно их надо в кратчайшие сроки принимать решение о признании аварийным и расселять и сносить. Вот на сегодняшний день из 1185 домов, многоквартирных в Ленинском районе, 773 дома, это ветхие и аварийные дома. Из них в установленном порядке на сегодняшний день признаны аварийными 330 домов. Из них 254 дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года, вошли в действующие программы переселения. Действующие программы переселения завершают свое действие до 2025 года. То есть дома, которые вошли в действующие программы, будут переселены до 2025 года. И после 2025 года будет новая программа сформирована, в которую попадут расселения аварийных домов, признанных аварийным после 1 января 2017 года. Свою задачу мы сейчас видим отработать собственным помещением, как можно более в короткие сроки, процедуру признания домов аварийными. Но, безусловно, на основании технических обследований, заключений ГЖИ, и для того, чтобы эти дома смогли попасть в третью программу. На сегодняшний день у нас уже подготовлено 43 документа, уже протоколы КЧС. КЧС – это еще раз комиссия по чрезвычайным ситуациям. Да, и не только протоколов КОМИС, но и КОМИС по признанию домов аварийным. Вот в этом только году. Поэтому заключение КОМИС и Межведомости по признанию домов аварийным даст основания для включения данных домов в последующем в новую программу переселения. – Здесь вот важный момент. Вот эта работа, она, ну, скажем так, за какой срок будет проделана? Потому что у нас домов-то ведь, я так понимаю, вот старых или тех, которые еще называют ветхие, много. И вот их важно включить в эту программу. То есть важно признать их аварийными, на самом деле, какое имя они являются. – Очень важно. И мы для себя ставим кратчайшие сроки. Вот у нас, помимо того, что мы будем проводить заседания Межведомости на комиссии, мы еще и мониторим. Мы постоянно осуществляем контроль, мониторим к таких домов. Особенно вот после выхода из зимнего содержания, когда объекты пережили очередную вот зиму с высоким температурным режимом, с морозами. – Перепады. – Перепады у нас наблюдаются. Поэтому сейчас тоже важный период, когда необходимо проверить опять состояние всех домов. Что мы и сейчас делаем. У нас составлен график к этой работе. Также мы приглашаем к участию представителей ИГЖИ Самарской области, Департамент управления имуществом и полиции. У нас сейчас вот такие графики составлены. И мы будем форсировать эту работу для того, чтобы каждый объект в кратчайшие сроки еще раз проверить, если понадобится составить новый актуальный протокол КЧС, в котором отразить все изменения, которые произошли, и вновь порекомендовать жителям обращаться в Департамент управления имуществом за маневренным фондом. – Которые, собственно говоря, сейчас на сегодняшний день, для них самый лучший выход. – Это лучший выход, который обеспечит безопасность проживания. – Который является главной задачей. – Который является главной задачей сохранения жизни людей. Конечно, не всем жителям требуется маневренный фонд. Мы тоже анализируем ситуацию, когда приходим в дома, у кого-то есть собственность другая. То есть это жилье не является единственным для части людей. Для кого-то это единственное жилье. Вот по законодательству, для тех жителей, у которых есть в собственности другое имущество, жилые помещения, им маневренный фонд не представляется. Но они тоже должны принимать решение об освобождении данного аварийного жилья. – Для того, чтобы жилые дома служили долго, я сейчас хочу немножко поговорить о другой теме. А для того, чтобы жилые дома служили долго, их нужно качественно обслуживать. Вот завершилась зима и календарный, ну и собственно, судя по всему, весновод уже на самом деле не за горами. А как вы оцениваете работу управляющих компаний на территории вашего района? Тем более район у вас непростой, потому что старого жилого фонда много, мы сейчас об этом говорили. – Да, мы говорили о том, что старого фонда много, соответственно, и проблемы рождает этот старый фонд. В частности, вот в нашем Ленинском районе 970 скатных кровель, львиной доли из которых как раз это вот в домах 6-7 категории. Конечно, и мы недовольны той работой, которая сегодня проводится, и жители недовольны. Но объективно, если оперировать цифрами, я бы хотела сказать о том, что если в прошлом году, когда у нас было 159 многоквартирных домов в управлении Московской организации «Домкоминвест», мы фиксировали огромное количество жалоб буквально каждый день и текущей кровли, и аварии на внутридомовых сетях, и отключения, и прочий-прочий комплекс проблем, и неочищенные входные группы в подъездах. Буквально шквал был обращений. То после того, как мы провели жителями работу, методическую помощь оказали, помогли сменить управляющие компании, ведь у нас сегодня приняли жители решение домов о смене «Домкоминвестовских» организаций на новые, новые самарские управляющие компании. И сегодня мы видим значительный позитивный сдвиг. Вот отрадно то, что если есть какие-то замечания по внутриквартальным проездам, но входные группы все-таки лучше сейчас выглядят, тротуары, которые прилегают к домам, гораздо лучше, чем это было раньше. И самое главное, что началось, у нас началась здоровая рыночная конкуренция. То есть те компании, которые сегодня вошли в управление, они прекрасно понимают, что жители научились менять управляющие компании. И можно остаться без бизнеса. Это хороший рычаг. Это очень хороший рычаг. Это очень хороший рычаг. Поэтому те управляющие компании, которые хотят сохранить этот бизнес, они, мы видим, демонстрируют активную, хорошую работу по своим новоквартирам, домам, по прилегающей территории. У нас вообще есть образцовые в Ленинском районе дворы, я не побоюсь этого слова, которые не стыдно показать и жителям, и всем, кто интересуется темой жилищно-коммунального хозяйства. То есть она можно на экскурсии приводить? На экскурсии можно проводить, реально. И жители там сплоченные. Жители помогают нам в врачистке прилегающей уличной дорожной сети. То есть там, где жители сплотились, где дружные дворы, где выбрали способ управления, который устраивает жители, где нормально работают праведущие компании, либо ТСЖ, там мы видим, что действительно жизнь налаживается. И мы надеемся, что вот когда жители из других домов видят такие вот примеры, они тоже будут активнее управлять содержанием своих домов и своих территорий. Поэтому объективно, конечно, в этом году гораздо лучше содержание территории, чем в прошлом году. Это несмотря на то, что у нас по сведениям официальным, по статистике осадков, в январе, февраль увеличение количества осадков было по сравнению с нормативным и с прошлым годом. В январе на 30%, в феврале почти на 70%. Тяжелая зима, на самом деле, была. Очень тяжелая зима. Очень тяжелая зима. Но я бы сказала так, она пока у нас не закончилась. Ну, скажем, да, сегодня вот еще мы наблюдали снег. Сегодня мы наблюдаем, причем снег, как вы видите, тоже он такой тяжелый. Мокрый, да. Мокрый. Сразу угроза опять безопасности, связанная с кровлями, с сосульками. Поэтому у нас нет повода расслабляться. Ну, я надеюсь, что все-таки весна скоро придет. Я предлагаю поговорить о программе «Комфортная городская среда». Но вначале давайте посмотрим сюжет примерно на эту тему. Двор домов 194 и 196 по Пушкино всегда очищен от снега. Когда осадков немного, с работой справляется небольшой погрузчик. А во время большой уборки жители идут навстречу коммунальщикам и полностью освобождают двор от машин, чтобы не создавать помех. Во дворе у нас во время уборки снега, во время попадения подосадков мы закрываем все ворота. Люди относятся к этому непониманию. То есть все машины выгоняют? Да, у нас вообще тут машин нет. На спортивной 25Б тоже редко жалуются на уборку снега. Жители сменили управляющую компанию и их работой довольны. Теперь здесь комфортно проводить праздники всем двором – Новый год и Масленицу. А вот полноценное преображение двора, домов на пересечении улиц Осипенко и Чернореченской еще впереди. Жители принимают участие в региональном проекте «Содействие». Они уже разработали план благоустройства. Однако в него не включили площадку для выгулу собак, потому что некоторые жители против ее строительства. В качестве альтернативы предлагается участок недалеко от домов на границе Ленинского и Железнодорожного районов. У нас там границы есть. Стоят, так сказать, уже долгое время бесхозные эти гаражи. И, может быть, мы рассмотрели бы как вариант, реализовав план сноса незаконных построек. Теперь специалисты профильных департаментов будут рассматривать возможность реализации данного предложения. Елена Юрьевна, итак, вот есть программы, которые позволяют город приводить в порядок. Я имею в виду окружающую среду. Одна из них – комфортная городская среда. Иногда называют КГС ее. Вот какие проекты в 2021 году будут делать по программе «Комфортная городская среда» и какие объекты, территории могут попасть в эту программу в 2022 году? Действительно, есть замечательные программы, которые сегодня позволяют преобразовать пространство дворов. Я назову ту же цифру интересную. У нас есть 263 дворов на территории Ленинского района. За период с 2018 по 2020 год кардинально изменен облик 58 дворовых пространств. Именно благодаря проекту «Комфортная городская среда», проекту «Содействие». И мы прилагаем все усилия для того, чтобы и дальше реализовывать эти программы. В частности, в текущем году будет выполнена программа «В восьми дворах». Это Самарская 270, 188А, 168, фронт 161, проспект Карла Маркса 28, 10, Коммунистическая 23, Черненческая 20, Владимирская 38, дачная 10. То есть это большие дворы, в которых будет выполнено комплексное благоустройство. Помимо того, что мы заходим сюда с проектом «Комфортная городская среда», как правило, мы стараемся, если мы заходим с благоустройством, то комплексно и асфальтирование делаем. Асфальтирование тоже будет сделано в этих дворах по программе, которая финансируется Минтрансом, то есть привлечения субсидий из областного бюджета. И также программа «Твой конструктор двора», который в этом году будет направлен на пиловку деревьев. То есть если мы заходим в этом году, мы уже под ключ жителям будем сдавать дворы. Вот такой принцип у нас практически был и на протяжении этих предыдущих лет. Но тоже все зависит от объемов дворовых пространств. Но мы стараемся максимально, чтобы жители были довольны, как можно больше период после того, как мы завершаем программу. Жители активно участвуют в формировании вот этих заявок, в проектов. Все проекты согласованы с жителями. Насколько я понимаю, там вообще без жителей невозможно его собственное начать. Без жителей невозможно. Собственно говоря, с этого все начинается. И на стадии формирования заявок подачи, это делается только жителями, и на стадии формирования проектов, технических заданий, согласования каждого элемента благоустройства, все этапы мы проходим вместе с жителями. Но еще процедура предусматривает обязательно проведение общих собраний, оформленных протоколом, на которых жители согласовывают и принимают решение об определении уполномоченных представителей, которые согласовывают схемы, проект, а также активно принимают участие в ходе контроля выполнения работы. То есть промежуточные этапы, они контролируют? Обязательно. Даже не то, что промежуточные. Вот мы уже, практика у нас сложилась, у нас буквально каждый день жители контролируют ход выполнения работы. То есть сколько положили асфальта? Все контролируют. Насколько глубоко закопали и так далее? Все контролируют и по ночам проверяют. Это хорошо на самом деле. Это здорово. У нас жители в Ленинском районе очень активные, очень грамотные. Они хорошо разбираются и в технологических процессах, и в законодательстве. Поэтому, конечно, нам в этом плане повезло, потому что это реальное, эффективное взаимодействие, которое позволяет сдавать объект, который удовлетворит потребителей, наших жителей. Поэтому и в этом году также мы планируем, что также вместе с жителями будем проверять ход работ, контролировать. Ну и задача стоит, безусловно, удовлетворить жителей, сдать эти все объекты успешно под ключ. Планы на 2022 год? Планы на 2022 год. Девять дворов, тоже список у нас составлен. Поэтому также мы будем готовиться к следующему году активно с жителями. То есть уже процесс идет, уже проекты создаются? Да. То есть 2022 год у нас тоже в работе есть. Адресный перечень есть. Поэтому надеемся, что также мы успешно подготовимся и реализуем проекты 2022 года. Кроме того, у нас по проекту содействия в этом году уже есть один большой двор, который победил на конкурсе проектов на областном уровне. И это двор рядом с 25-й школой, в границе улицы Дачной, Карла Маркса и Чернореченской. Там тоже активные жители восьми домов объединились, подали заявку. Мы помогли эту заявку составить, подготовить техническое задание, схему, смету рассчитать. И эта заявка успешно прошла. Сейчас тоже мы готовимся к ее реализации. В этом дворе это будет только первый этап, потому что планируем еще вторым этапом обновлять футбольное поле. Там же. Там же, да. Им повезло. Им повезло, да. Но там глобальный проект. Они сами молодцы, конечно. Территория большая. Там потенциал, конечно, вот большой такой рекреационной зоны. Деревьев очень много. Поэтому надеемся, что там будет действительно достойная, комфортная среда создана для всех жителей. И по проекту содействия также у нас сейчас готовится жителям, насколько мы знаем, заявка уже она сдана, по Владимирской 46. Это площадка вторая по выгулу собак. Вы, наверное, знаете о том, что у нас вот первая площадка, которая была сделана, она получила высокую оценку жителей, у которых есть домашние животные. И поэтому сейчас вот жители приняли решение рядом тоже еще одну площадку такую создать. Поэтому они говорят нам о том, что до 1 ноября такая заявка к нам поступит. Причем там интересный проект они предложили. Там одновременно будут спортивные снаряды для владельцев животных. То есть человек может прийти погулять с собакой, параллельно позаниматься спортом. По-моему, тоже очень интересная и красивая идея. Я надеюсь, что заявка будет успешно подана, победит, и мы также ее будем реализовывать. И еще у нас по проекту «Содействие» тоже двор будущего, тоже интересный проект, клиническая 22. Он сейчас у нас проходит второй этап конкурса, и также мы ожидаем, что он его успешно победит в ближайшее время. Это областной конкурс. И также мы планируем его выполнить в этом году. Там просто два этапа проходят по проекту «Содействие» до 1 ноября и вот весенний этап. Они во второй весенний этап попали. Елена Андреевна, к сожалению, время программы подошло к концу. Спасибо вам за беседу. Надеюсь, что мы вот эти все проекты увидим уже потом реализованными, сможем их показать, рассказать, потому что на самом деле очень хороший пример. То есть это тот опыт, который нужно транслировать и которым нужно делиться, потому что это на самом деле очень полезно, очень здорово. Спасибо. Но все проекты, инициированные жителями, они на самом деле очень интересны. Вот это самое ценное. Напоминаю, в нашей студии была Елена Бондаренко, глава Ленинского, внутри городского района, городского круга Самара. Удачи в делах. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова